Наше путешествие по медному пути продолжается. В предыдущих программах мы побывали в Челябинской области и в Казахстане, познакомились с процессом добычи и обогащения руды, узнали, как получают медь, драгоценные металлы и редкие элементы из минерального сырья на предприятиях русской медной компании. Увидели результаты инвестиций в развитие территорий присутствия РМК, где реализуются масштабные социальные проекты. В этой части медного пути расскажем, как готовую продукцию получают из вторичных цветных металлов и что значит для РМК инвестиции в развитие собственных сотрудников. Великий Новгород. Больше тысячи лет назад здесь зародилась российская государственность и производство. Сегодня в городе пишут новую историю цветной металлургии страны. Мы въезжаем на территорию Новгородского металлургического завода. Он был построен русской медной компанией с нуля. Этот актив РМК стал одним из ведущих предприятий на рынке вторичных цветных металлов России и передовым предприятием цветной металлургии в Европе. Производство начинается здесь. Мы находимся с вами в голове технологического процесса, где идет приемка медного лома, приемка латунного лома. Здесь же принимаются шлаки и черновая медь. Сырье сортируют. В этой пресс-машине лом превращают в брикеты. Металлургические печи уходят в богатное медное сырье. Это вот то, что вы видите, медная лома или черновая медь. А латунный лом, медный по содержанию меди, он проходит с начала конвертирования, образуется черновая медь, и также она проходит всю цепочку, включая металлургические печи, рафинирование, электролиз и дальнейшую катастрофу. Перед вами знаковое предприятие для России. В рамках одного производственного комплекса действует несколько переделов меди от сырья до готовой продукции. Сырьем для металлургического комплекса служит лом цветных металлов и черновая медь из минерального сырья. Конвертер загружают партию металлургического шлака для обеднения. Он уникален тем, что он в состоянии перерабатывать самые различные виды сырья. Металлургические шлаки. Мы перерабатываем, например, бедные лома и доводим их до уровня черновой меди, которые в дальнейшем проходят всю цепочку и получается уже готовная медь и медная катастрофа. Этот конвертер – совместная разработка финских, шведских и российских инженеров. Принципиальная позиция РМК – закупать передовое оборудование и привлекать к производству опытных отраслевиков. Одно без другого работать не сможет. Юрий Николаевич, например, до начала строительства новгородского металлургического завода работал в норильском никеле. А здесь мы наблюдаем загрузку богатого медного лома в плавильную печь «Мерц». Уже знакомое нам оборудование по путешествию на предприятие РМК в городе Кыштым под Челябинском. Буквально через несколько минут начнется розлив. Розлив будет производиться в карусельную машину, состоящую из 16 изложниц. Заместитель главного инженера завода ведет нас в зону производства анодов из 99-процентной меди. Последний штрих – изложницы покрывают антипригарным составом для того, чтобы анодные слитки, отлитые в них, не прикипали к изложницам. Можно начинать розлив. Сергей Абрамов переехал в Великий Новгород из Манчегорска, Мурманской области. Пришел в РМК в 2004-м. Самое важное – отношение руководства компании к людям, утверждает Сергей. Компания помогает молодым специалистам, продвигает их должебные лестницы и помогает в получении высшего образования. Трудится в данный момент с начальником цеха медиплавильного Костин Вадим Олегович. Пришел на завод, он простым плавильщиком в 2006 году. И сейчас возглавляет основной производственный цех нашего завода. Еще одна заслуга русской медной компании, говорят сотрудники, – это социальные проекты, которые объединяют коллектив. РМК поддержало создание команд по футболу и волейболу. Сергей Абрамов – капитан одной из волейбольных команд. Подшефный городской ФОК сегодня заняли футболисты РМК. Волейбольная сетка натянута в спортзале средней школы номер 9. Ее тоже поддерживает новгородский металлургический завод. Соперники на волейбольной площадке – друзья на производстве. Капитан команды цеха электролиза отбивает мяч. Анодные слитки, изготовленные сегодня, поступают в его цех. Мы вернулись на производство. Следующий этап – заключительная очистка меди от примесей. Частота анодного слитка около 99,4%. Нам необходимо достичь 99,99%. Уникальность нашего цеха состоит в анодоподготовительной машине. Пресс немножко прессует полотно. И самое главное – фокусирует контактную поверхность. Благодаря этому у нас минимизируется ручной труд. Мы видели, что в Кыштыме этот процесс производится вручную. Но там цех электролиза расположен в соседнем здании. А в Новгороде он буквально за стеной. Подготовленные аноды собираются с противоположной стороны машины. Кран поднимает их и устанавливает в ванны электролиза. Раствор в ваннах кислотный, но дышится рядом с ними легко. За счет хорошей системы воздухообмена, говорит Михаил. Здесь идет приточная вентиляция и вытяжная. Сверху идут короба. Шестикратный обмен воздуха происходит в течение одного часа. Примеси в воздухе собирает многоуровневая система фильтров. А за работой цеха круглосуточно наблюдает служба экологического контроля. В процессе электролиза анодная медь растворяется, ее частицы притягивают катодные матрицы. Матрицы из нержавеющей стали хорошо видны на роботизированной катодосдирочной машине. Для России это уникальное технологическое решение. Один из манипуляторов забирает матрицы с катодами и ставит их на станцию сдирку. Второй манипулятор забирает пустые матрицы и ставит на расстановочный конвейер. Михаил Новгородец. Пришел на завод в 2003-м, сразу после колледжа. Новгородский металлургический уже был построен. Готовили к запуску. Было интересно, вспоминает он. Предприятий с такими технологиями в стране не существовало. Очень большой конкурс был, чтобы сюда попасть. Очень много информации. Интересно было. Пришел попробовать на собеседование. Взяли. Обучение проходили на медиэлектролитном заводе в Кыштыме. В течение полутора месяцев. И осенью 2003 года запустили наш цех в Новгороде. Так и пошло. Отсюда никуда не уходил. Здесь работаю уже больше 10 лет получается. Институт уже заканчивал здесь, когда работал. Воспитывает детей, дочке 7 лет, а мальчишке 2,5. У завода очень мощная социальная программа и политика. Это и бесплатное питание, доставка на завод бесплатно. И санаторно-курортное лечение. Приятно работать, вкладывать себя, видеть, во что вкладываешься. Катоды с наивысшим содержанием меди считаются уже готовым продуктом. Они незаменимы в производстве деталей для электротехнического оборудования. Частота меди здесь имеет первостепенное значение. Она влияет на проводимость и долговечность работы всех существующих электроприборов и станций. И вот они, высококачественные медные катоды на складе готовой продукции. Но готовая продукция может считаться только после получения таких удостоверений качества. Вот это удостоверение качества на катанку медную. Ее производство мы изучим чуть позже. А вот это на медные катоды. Выдает такие удостоверения отдел технического контроля. Качество на заводе контролируется на всех этапах. Начиная с исходного сырья и заканчивая готовой продукцией. Сейчас мы наблюдаем отбор проб свежей партии катодной меди. Для определения химического состава катодной меди в цехе электролиза мы отбили пятаки. Из пятаков на фрезерном станке получают стружку. И эту стружку отправляют на изучение в центральную заводскую лабораторию. Но есть и визуальный контроль. По поверхности катодной меди, она должна быть гладкая. В ней нет дендридов. Дендриды – это наросты катодной меди на катоде. Это значит, что это понижает качество. Понижает качество. Естественно, и спрос будет другой по инкурентоспособности. От качества химического состава катодной меди будут зависеть качественные характеристики медной катонки – основного сырья для производства электрических кабелей. Отсюда начинается медная катонка. В скип грузится медь катодная чистая. Скиповый подъемник поднимает катоды на 15 метров вверх и загружает в печь. А так выглядит сама шахтная печь. В ней медь расплавляется и стекает по желобу в шлакосборник. Здесь медь очищается. И здесь же у нас есть возможность заглянуть внутрь машины. В закрытых агрегатах линии, очищенная от шлака медь, перемешивается. Перед выходом на открытый участок кристаллизуется. В кристаллизатор попадает жидкая, проходит, охлаждается водой и выходит уже готовая полоса. Она попадает на стол подготовки. Здесь с медной полосы срезается острая кромка. Затем она попадает в закрытый прокатный стан. Обжимается и вытягивается. Принимает знакомую всем форму проволоки. Эта линия непрерывного литья и проката произведена под заказ русской медной компании в США. 12,5-13 тонн в час. 260-300 тонн в сутки мы можем выпускать. Мы проверяем сразу на химию, физические свойства, проверяем кислород. В лаборатории Катанка проходит испытание на соответствие ГОСТ по физическим и химическим составам. Сейчас лаборант взяла образец продукции на исследование основных параметров. А это одна из лабораторий завода. Сейчас Катанку готовят к испытанию на разрыв. Через несколько часов партии была присвоена высшая категория качества.